Наша музыка. Наша. Группа Арии сегодня у нас в гостях. К сожалению, не полным составом. У нас Виталий Дубинин, бас-гитара, и Михаил Жидняков, вокал. Привет, ребята. Здравствуйте. Какие вы бодренькие вообще с утра. Мы пытаемся на вашу волну. А вы все часто встаете рано? Вот скажите. Давайте с Михаила начнем. Последний раз три года назад были у нас в гостях. Ну, когда... Да, последний раз был три года назад. И могу сказать, что то утро я запомнил надолго. Ничего страшнее с тобой? Ничего не случалось, да? Ну, это был первый такой серьезный эфир. И, конечно же, не спалось откровенно. Сегодня было все по-другому. А сейчас уже, знаешь, заматерел, обнаглел уже. Куда я иду на наш? А, нормально. Уже в шипах, в заклепках весь отрастил это все. Обычно ты во сколько встаешь? Давай честно. Рок-музыкант обычно встает в три часа дня. Похмеляется. Десять утра. Где-то так. У нас такие есть, кстати. Есть такие? А есть, которые в десять не ложатся. Да ладно? Да. Серьезно? Так. Подождите, Виталя, вы во сколько встаете? В три часа дня? Нет. Я вот, скорее, вот... У нас есть и рисовые жаворонки. Я считал себя нормальным человеком, но сейчас, наверное, по сравнению с остальными, ближе к жаворонкам. То есть в девять часов, ну, в десять максимум. Зарядочка легкая. Свежевый... Обязательно. Так, свежевый апельсиновый сок. Сельдеречек. Это если дети оставят. А что, все съедают? Да, конечно, все сметают на своем пути. Понятно. А что же они, а папе-то не заботятся? Вот такие вот. Кстати, за три года у вас, может быть, пополнение семейства у кого-нибудь в группе было. Может быть, еще какие-то приятные события. Мы об этом пока ничего не знаем. Я в таких случаях говорю. Да, а потом вот приятные сюрпризы, ты знаешь же. Многие узнают своих детей, когда им 20 лет. А вот упоминали татуировки. За три года появились какие-нибудь новые, может быть, там что-нибудь... Старые стерлись, это точно. Старые стерлись? Да ладно! Так, ну ладно, Михаил, что ты засмущал? Смотри, молодого человека. Попали в точку с татуировками. Просто на самом деле сейчас очень активно обсуждаемая тема в группе. Ну, в частности, для меня, наверное, актуальна. Поэтому... А что, вы запрещаете мальчику набивать татуировки? Если бы. Наоборот. Это очень приветствуется. Так, а где? Покажи. Ой, нет, хвататься пока нечем. Все пока на стадии. Ты не готов на это смотреть? Хорошо, что мы на радио. Да, да, я не хочу это видеть. Я закрою глаза, да. Мне уже много лет, я боюсь, не выдержу. От такой-то красоты, ты же понимаешь? Значит, 25 лет вашему альбому. Как он назывался? Мы-то знаем с Павлом. Мы хотим узнать, услышите вашу... Павлом, игра с огнем. Игра с огнем, да. Я угадал? Да. Наверное. Пристали. 25 лет. Это получается, что группе-то сколько лет уже? 30? Фактически, да. Мы уже считаем, что 30. Так проще. Потому что, на самом деле, на будущий год 30. Но если... Это как с днем рождения. После определенного возраста, там, сколько тебе, там, не круглая дата, ты уже говоришь, так, вперед на два года, чтобы как-то так. Потом остаться в этом. Чтобы так обидно было. В этом, как бы, ценовом диапазоне. Вот, Виталий, хочу вас спросить. А когда 30 лет назад вы все вот вместе встретились, начали играть музыку, и время другое было? Я не 30, я на два года больше. Ну, на... Хорошо, 28 лет назад. А вы думали, что так затянется надолго? Нет, конечно. Сколько вы себя отводили? Ну, там, пять лет поиграю, пойду в следующую группу. Ну, сейчас немножко и пойду. Ну, нет, это так никто не думал, но то, что это прервется быстро, конечно, никто не думал, но что и продлится так столько лет, тоже не задумывались. Как-то вообще было сложно представить, что в 50 лет будешься, как кто-то сказал вчера по телевизору, трясти башкой с средеющими волосами и все продолжать то же самое делать. Как-то это было сложно себе представить. Ну, в прекрасной форме, то есть нельзя сказать, да, что вам еще играть-играть, как говорится. А чем вы планировали, когда вы, вот, чем думали, вот я в 50 лет буду сидеть на заваленке, что ли? Честно говоря, по-моему, я в то время вообще ни о чем не думал. Мне очень нравилось просто играть на гитаре, а чем мы в 50 лет, ну, вряд ли. Потому что ничем, кроме как играть на гитаре, в общем-то, и не умеем. Потому что если бы могли, и была какая-то, я не знаю, там, коммерческая жилка, наверное, были бы какие-нибудь у нас побочные проекты или что-то такое, но... А был соблазн уйти куда-нибудь, я не знаю, в поп-цех, я не знаю, к Синчуковой там, к Ветлицкой куда-нибудь? Они такие прям уже, это самое, популярные были. Нам, рокерам, трудно всегда выживать. Нет, нам всегда было легко, как бы. Ария, ты же наша, все, ты что... То есть, ну, были сложные времена в начале 90-х, как у всех, но я думаю, что это не повод для того, чтобы куда-то уходить, так сказать, в более легкий жанр. Вот, поэтому, ну, как-то так, все. На самом деле, мы не очень, наверное, заморачивались над этим. А дети всех гордятся, говорят, что, а мой папа играет в группе Ария. Вот, я не знаю. В школе хвастаются? Вряд ли, вряд ли, я не знаю. Вряд ли. Но, по-моему, так, они не то, что гордятся, но какой-то интерес такой проявляют. А не вы музыкантами? Я надеюсь, что нет. Как надеюсь, что нет? Это же самый лучший, вы же музыкант, это же лучшая профессия на земле. Виталий, не зачаровывайся сейчас, молодежь, которая думает взяться за гитару. Нет, ну, они играют на гитарах, но я считаю, что это достаточно сложно, быть музыкантом. Сложно? Ну, почему сложно-то? Вышел, играешь, пошел спать. Ну, не у всех получается. Коллеги, мы должны немножко прерваться, небольшая пауза, потом вернемся. Да, хорошо. Теперь переключаемся на молодое поколение, смотрим внимательно на Михаила Жадникова и говорим. Так, ты мечтал с детства играть в группе «Ария»? Я, как я уже заявлял, не в одном интервью, наверное, много таким. Не в одном глазу. Мои мечты заканчивались на каком-то совместном, наверное, участии, то есть постоять на одной сцене, записать что-то вместе в студии, но никогда даже, наверное, мои мечты были настолько, ну, такие, умеренные, что ли. Хоть посмотреть на него. Стать вокалистом. Ох, он, Виталий Дубин, вот он настоящий, а. Примерно вот похожие эмоции у меня были, когда первый раз мы созвонились с Виталием, и я пригласил его на концерт своей предыдущей группы. Так. Когда он приехал, вот примерно такой же трепет я испытывал. Понятно. Группа «Ария», мечты сбываются. Когда возникло ощущение, Миш, когда вот уже вот все, ты понял, что вот, я нашел контакт с группой «Арии», с аудиторией, которая приходит на концерты, и я уже не боюсь. Ну, переход, на самом деле, был такой очень плавный, потому что все началось сразу с активных гастролей. Это и были, это и Россия, это и Украина, это Казахстан. Тебя огнем, значит, и мечом проверяли. Да, да, да. И вот. И иногда просто ловил себя на мысли, что так, а что у нас, какой сегодня город, и что происходит. А потом, наверное, сознание первое пришло после возвращения домой. Приехал домой без сознания. Проснулся я, думала, господи, счастье какое. Что я тут делаю? Да. Но все равно как-то все очень прошло плавно, комфортно. Ребятам спасибо огромное за то, что, несмотря на нашу разницу в возрасте, все это было как-то по-свойски. А что ты все время дали вашей разницы в возрасте? Между прочим, на их стороне опыт, я так считаю. Вот, вот, вот. Я тоже это во главу. Все молоденькие, красивые девочки теперь будут бегать не за тобой, Михаил, между прочим. А чем старше мужчина, чем старше мужчина, тем он интереснее. А поклонницы что дарят, кстати, Миша? Вот как тебя поддерживают поклонницы? Может, подарки какие-то? Ой, да. Ну, я бы не стал себя выделять. Наши поклонники очень внимательны ко всем участникам коллектива. И здесь дело доходит как до каких-то сувениров, которые как-то отражают ту тему города, в котором мы присутствуем. Либо это какой-то хендмейт, либо банальные игрушки. Самогон дарили? Дарили. Пили? Пили. Честно. Вот написано. В Википедию, если заглянуть, набрать группу Арии, там написано. Ария первая общенациональная, известная и коммерчески успешная металл-группа СССР и России. Но Ария шагнула дальше. Я знаю, что вы ездили в Америку и в Канаду с гастролями. Как вас там принимали? Ну, в общем, очень хорошо. На удивление. А только русскоязычная была публика? Нет, нет, нет. Кстати, вот что касается, я уже где-то это рассказывал, у нас было время перед концертом в Нью-Йорке, пошли, естественно, на Манхэттен, посмотрите, где около Ground Zero как раз есть церковь, где вот там все вспоминают пожарных погибших. Я говорю, зашли, и на выходе подходят такие здоровые три явно не русскоязычных человека, говорю, ты из Арии? Я говорю, да. Вот он твой большой поклонник. Мы из Флориды приехали, в общем, Тюмен, там, он вечером на концерте. Мне было приятно. Круто. А в Канаде тоже люди, естественно, было много наших бывших соотечественников или каких-то там. Ну, вот были люди из Мексики, там подошел мальчик, я не знаю, лет 15, с мамой приехал. Я говорю, а почему ты в Мексику, то есть из Мексики приехал в Канаду? А он у нас, говорит, билеты дешевле в Канаду, чем в Америку. Я не знаю, почему так произошло. Вот, то есть человек специально прилетел на концерт и, в общем, там... Смотрите, если наше поколение говорит, что я вырос на группе Дю Пепл, да, кто-то, а теперь будет говорить, я вырос на группе Ария. Америка выросла на группе Ария. Да, и придут на концерт к вам 29 марта в арену в Москве, да, а в Санкт-Петербурге будет в апреле, по-моему, у вас концерт. По-моему, тоже, да. Ровно через неделю. Через неделю, да. Все верно. Какие сюрпризы? Что на концерте будет? Да, потому что у вас на афише заявлены сюрпризы для питерского концерта, там у вас и специальные гости, а в Москве никаких секретов вы не раскрываете. Ну, раскроете один хотя бы. Ну, во-первых, самый, наверное, большой сюрприз в том, что мы еще живы, потому что мы еще даем концерты. Ну, ладно, мы какие-то начнуты. Вот. Ну, и, как всегда, будем, поиграем с огнем, в смысле того, что будем жечь напалом. В прямом смысле? А-а-а. Вот. Ну, остальное, как бы, я думаю, все будет хорошо и красочно, как мы стараемся делать на наших больших концертах. Здорово, прекрасно. Ну, что можно еще сказать? Я можно к Михаилу обращаться? Пожалуйста, конечно. Он сидит так скромненько, тихо, стесняется. Можно правильно. Когда мы виделись последний раз, три года назад, да, три года назад, значит, был первый вопрос. Я знаю, что вы, так сказать, член партии «Единая Россия». Как продвигается ваша партийная деятельность? Партийная деятельность, на самом деле. Она и тогда ее трудно было назвать активной. Вот. Не вдаваясь в подробности, не хочется тратить эфир на то, чтобы рассказывать все подоплеки этого дела, как я там оказался. И, ну, могу сказать, что, когда я стал заниматься музыкой уже на том уровне, на котором на сегодняшний день занимаюсь, времени для этого практически не осталось. И слава Богу! Летворное влияние... Запада. Не Запада, а Арии. Арии. Хорошо. Значит, второй вариант. У тебя же была своя группа. Гранд Кураж? Гранд Кураж, да. И что стало с твоими товарищами? Мои товарищи никуда не делись. У них за это время появился новый вокалист. Ребята пишут новый материал. Слили тебя, короче. Ну, я бы так не сказал. Я искренне желал тому, чтобы ребята как можно быстрее после моего ухода вернулись, скажем так, к публике, показывали себя на концертах и заявляли о себе новой музыкой. Чем они, собственно, сейчас и занимаются. Поэтому я за них рад. Искренне. Круто. И третий вопрос. Не могу не спросить. А вы поедете в Крым с концертами? Мы ездим туда достаточно регулярно. Ну, конечно, поедем. Ну, теперь мы можем отдыхать в Крым, поехать? Я отдыхаю в Крыму с 1991... 1991... 1999... 1999 года, да. Регулярно. Да вы что? А где? Я езжу в одно и то же место, в Балаклаву, Балаклавская бухта. Да вы что? Вот есть такая Беловежская пуща, а я мой по-моему, Балаклавская бухта. А почему? Почему? Почему это не Майорка, не Таиланд? Нет, я и туда тоже езжу, но обязательно неделю в году я уделяю тому, чтобы поехать обычно в августе, когда мало концертов, или после наших концертов в Крыму, остаться в Балаклаве, понырять с Аквалангом, и просто там замечательная атмосфера, замечательное место. Любимое место. Да. Вот это да. Когда новый альбом? Напрашивается вопрос. Мы работаем над этим активно. Так. Если никакие, так сказать, не случатся катаклизмы. Не случатся. А что вы на Михаилу посмотрели? С ним все в порядке. Нет, я просто... Просто подходит время уже, у вас же обычно 2-3 года между альбомами. К сожалению. «Феникс» вышел у нас в 2011 году, да? Да. Пора уже, пора. Да. Мы, так сказать, завалили на себя и несем. Ну, надеемся, что к концу года у нас все будет... Что-то для Михаилу понести. Ну, какую часть этой нелегкой ноши? Может быть, музыку он пишет, может быть, слова приносит? Ну, так, пытается проявлять себя. Насколько что из этого получится, покажет время, я думаю. Не, он скромничает. Я даже не ожидал, но он написал замечательную песню. Мы, в общем, этому очень рады. И вот он проявил себя так, как композитор на этом альбоме. Она пока еще запечатана, ее нельзя показывать, да? Она пока еще зреет. Или можно? В смысле? Наверное, да. Зреет слово очень правильное. Потому что... Ну, может быть, там пару каких-нибудь куплетиков сейчас, пару... А, нет, конечно. Нет, 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 нет. Мы себе вот так стопостанцуем, ты так, что ли, предлагаешь? Тексты не знают, даже сам автор. Не, ну, подожди. Пусть это будет для нас всех большим сюрпризом. Когда там через полгода, например, бах, и появится новый альбом, который мы все уже ждем 2-3 года, как вот Павел сказал. Так что нужно уже что-то, вы же понимаете. Да, вашими мостами. Может быть, какие-то наметки, какая концепция будет у этого альбома? Ну, вы знаете, у нас всегда проблемы большие с концепцией. Вернее, мы никогда ей не придерживаемся. Правильно. А если бы все было готово, я бы сказал, что альбом, в смысле написание музыки и текстов, если было все готово, записать его не составляет большого труда. Поэтому я сказал бы, что выйдет конкретно там через 2-3 месяца. Если я говорю в конце года, значит, у нас, могу раскрыть секрет, вся музыка написана, а тексты в процессе написания. Маргарита Кушкина задерживает, видимо. Я не могу сказать, что она задерживает, она активно работает. Все мы рассчитали, если будет все продолжаться в таком темпе, мы все успеем и все сделаем. Но сказать, как будет называться, допустим, хотя бы альбом, пока я не могу. Как дела у поэтессы? Что новенького у нее в жизни? По-моему, все хорошо. Она параллельно занимается еще своим проектом, династии посвященных. Но это другое. Просто там пишется музыка на ее готовые стихи. Это для нее гораздо проще, чем наоборот. Так что можно сказать, что сейчас она активно работает с нами. В общем, завалили тетеньку работой со всех сторон. И с одной стороны, и с другой стороны. Я поняла. Вот по поводу гастролей. Сейчас же вы вот Москва, Питер, а дальше куда? Будет большой гастрольный тур по стране? У нас уже было... Ой, что это я все говорю? Ну, говори ты. Миша, скажите хоть слово. Мы буквально недавно вернулись из гастрольного тура, который у нас проходил по Сибири, Уралу. И даже были северные города. То есть мы доехали до Полярного круга. Были Салихарт, был Новый Рингой. А будет что? А будет. Нам еще предстоят концерты здесь в средней полосе. То есть рядом с Москвой. Ну, в общем, нам предстоят концерты по нашей необъятной родине. Осенью у нас будет наше детище Арии Фест, который мы хотим сделать уже двухдневным. О, ну-ка, ну-ка, расскажите поподробнее. В прошлом году он был однодневным в стадиуме. Мы сделали достаточно, как мы считаем, успешный фестиваль, где были не только российские группы, но и группы из зарубежья, как ближнего, так и дальнего. А в этом году мы также хотим все это повторить, сделать его двухдневным. Слушайте, это здорово. В сентябре, значит, да? Нет, в ноябре. В ноябре Ария Фест. А летом намекаю я на июль. Есть ли шансы у нас увидеть вас на нашествии? Мы никогда не отказывались. Если поступит предложение от вас, мы с удовольствием его примем. Ой, здорово. Крупа Ария. И прислали вопросы наши слушатели на 5283. Давайте почитаем 5283. Ну что, я начну, да? Начинай. Давай, значит, будут ли в юбилейной огненной программе кровавые песни, спрашивают вас? Это Михаил должен больше. У меня уже слилось в одно такое кровавое, огненное. Месиво. Да, вот именно месиво. Ну, я думаю, умеренно-то будет немножко. Куда же без крови тоже. Но на самом деле все очень сдержанно. Мы, когда даже готовили эту программу, мы не хотели какого-то такого штампа, что вот просто, чтобы все горело, там. Все-таки хотели касаться этой темы, но не настолько прям на ней замыкаться. Ну, вообще, про кровь эта тема на через два года. Оставьте ее, придержите, потому что у вас будет 25 лет. Абсолютно верно. Я тоже говорил, сейчас у нас следующий альбом будет кровавый. Абсолютно верно, да. Значит, вопрос Виталию Дубинию. Нравится ли вам, что ваши поклонники... А, вот, расшифровка пришла. Вас называют Дуб. Да, как-то я не задумался. Как говорится, назови хоть Гошком, лишь бы... А у вас был какой-нибудь Погоняловым детстве? Нет, меня почему-то звали вот по имени. Всегда Виталий? Да. Вот у меня нету, понимаете? Вот у всех есть, а у меня нету. Обидно же. Огромное спасибо вам за концерт и автограф в сессию в Ижевске. Пишут. Настоящая игра с огнем. Когда еще в Ижевск? Как только, так сразу. Спрашивают. Вопрос пришел про дуэт. Есть ли в планах у вас дуэты хотя бы нескольких песен? Тут вспоминают... А, да, предстоящий концерт с группой Катарсис у вас, да, грядет? Вот 5 апреля в Петербурге. Есть ли в планах у вас дуэты хотя бы нескольких песен? На этом концерте? Да. Нет, таких планов нет. Мы считаем, что дуэты хороши к какому-то, я не знаю, там... Во-первых, они должны быть спонтанные, с одной стороны. С другой стороны, к какому-то большому юбилею не то, что альбома или что. То есть сейчас должно пройти все как... Не то, что рядовое, а традиционный такой рок-концерт. Они играют свой сайт, мы играем свой. То есть в следующем году юбилей, там, может быть, и посмотрим. Там, возможно, все. У Кирилла Покровского сегодня день рождения, пишут. Чего пожелаете коллеге? Ух, прекрасно. Из Орла пришло. Мы желаем Кириллу всего самого замечательного, больших творческих успехов, замечательного искрометного юмора, чем он всегда отличался, и хорошего настроения. У нас осталось совсем мало времени, и можно такой вопрос? Все-таки 25 лет альбому, группе 30 лет, а вы, скажем так, и духовно, и морально, и физически в такой прекрасной форме. Давайте так, вот такой вопрос. Ваш секрет долголетия. Как не переругаться, как не передраться, не разбежаться, не устать от этого всего. А вот так вот каждый день, ну, правда. Я, мне кажется, не смогла. Вот я говорю, мы с Пашкой сегодня сидели, говорю, а сколько мы с тобой уже работаем? Три года? Терпим друг друга? Да нет, этого быть не может, что я здесь делаю. Ну, это сложно, конечно, но с годами наступает какой-то переломный момент, момент, когда уходит любовь или ненависть, и остаются такие... Русь ваги! Остаются, да, стабильные такие ровные отношения. Семейные! Вот я думаю, как говорил профессор Преображитовский, жизненная опытность помогает все вот это вот сохранить. И опять же, другого-то ничего мы не умеем делать, поэтому надо уже оставаться. Про любовь поговорили, а про деньги поговорим. Вот такая вот популярная фишка краудфайдинг, когда ты у своих слушателей просишь немножко денег и назначаешь их аукционерами. Для вас это вообще допустимо, просить денег у слушателей вложиться в ваш будущий альбом, например? Мы никогда не пробовали, но да, естественно, мы знаем о таком, как назвать, имблении, что ли. Не знаю, для себя мы серьезно это не рассматривали, но вполне возможно, что... То есть не то, что вполне возможно, ничего плохого я в этом не вижу. Вполне возможно, что следующий альбом будет по этому принципу и составлен, да? Ну если просто, я не знаю, объявить этот краудфайдинг и потом поделить деньги, и все. В принципе, у нас деньги на запись альбома нашего есть. Это хорошо. Главное, чтобы и всегда деньги были. Спасибо вам большое. Спасибо большое. 5-2 марта в арене, 5-го апреля в А2 в Петербурге. Ждем группу Ария. Удачи, приходите еще. А мы на нашествие ждем. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Наша.